Современные реализационные СУБД, как правило, могут объяснить пользователю, как именно они будут выполнять тот или иной сложный запрос. Это делается с помощью построения плана запроса, который будет затем использован непосредственно, когда запрос будет выполняться. Планируя выполнение запроса, СУБД определяет, какие именно отношения будут использованы в запросе и в какой последовательности какие операции к ним следует применить. Сам план показывает, какие именно операции будут происходить над отношениями, и для каждой операции указывается количество задействованных кортежей и использование ключей для того, чтобы не выполнять полное сканирование таблицы, если это возможно. Стратегия, которую MySQL использует для построения плана запроса, выглядит следующим образом. Вообще, основной принцип, которым MySQL пользуется при построении запроса, в том, чтобы сначала выполнять те операции, которые отсеивают как можно больше кортежей, чтобы в дальнейшем их обрабатывать намного меньше. Собственно, для этого, прежде чем выполнять какие-то более сложные операции, MySQL определяет, из какой таблицы следует начать выборку. Обычно выбирается таблица, в которой наименьшее количество кортежей. И в дальнейшем операции сортируются таким же образом, чтобы условия, которые отсеивают наибольшее количество кортежей, шли первыми. И таким образом все дальнейшие операции рассматривали как можно меньше кортежей. И также при составлении плана запроса СУБД старается использовать ключи, какие есть в отношениях, для того, чтобы не сканировать все кортежи целиком. Два типа ключей, которые могут быть использованы в плане запроса, мы уже рассматривали ранее. Это первичный ключ, который позволяет сразу же получить кортеж, и внешние ключи, которые позволяют без полного сканирования соединять таблицы с помощью команд Join. А дальше в этом модуле мы как раз рассмотрим индексы, которые позволяют создавать дополнительные ключи, которые могут быть использованы для того, чтобы избежать полного сканирования таблицы. Рассмотрим пример того, как MySQL строит план выполнения запроса. У нас здесь есть запрос, который просто соединяет продажи с товарами из базы данных, которые я рассматривал в предыдущих модулях. И, собственно, для того, чтобы посмотреть план того, как MySQL будет выполнять этот запрос, достаточно добавить слово Explain перед началом запроса. При этом сам запрос не будет выполняться, а построится только план его выполнения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!